Девиз героини нашего следующего сюжета – главное не унывать и идти к своей цели. Мурманская спортсменка с ограниченными возможностями готовится выступить на Паралимпиаде 2014 года в Сочи. Она уже завоевала золото на зимней спортакеаде инвалидов в Ижевске и стала кандидатом в сборную России с позитивной заполярной спортсменкой, пообщалась Анна Фролова. Екатерина с гордостью носит титул победителя. На соревнованиях в Ижевске она завоевала золотую медаль. Но мало кто знает, что жизнерадостная лыжница выходит на трассу с так называемым остаточным зрением. Соревнования были важны достаточно, потому что как никогда мы не участвовали в таких мероприятиях. Соперников, во-первых, не знали вообще никого, даже не предполагали с кем бороться. О юных медалистах тренер Валерий Калмыков может рассказать часами. Но победу на последней спортакеаде называют настоящим триумфом. Когда они выиграли первую гонку с большим преимуществом на трех километров, преимуществом полторы минуты, я просто понял, как стейнеры с большим опытом работают, что с этой категорией спортсменов просто в России очень мало кто работает. Катя работает с тем же снаряжением, что и обычные лыжники, но соревнуется с участием лидера, зрячего спортсмена, который бежит впереди и дает голосовые команды. Эту роль для Екатерины выполняет ее лучшая подруга Настя. В паре я никогда не выступала раньше. Всегда обычно приходилось убегать от соперника, а тут нужно было вести, поэтому как-то было в новинку, необычно. Но вообще с Катей как-то проще даже. Ну, мы сработались. Уже после майских праздников Катя поедет в Москву на обследование. И если результаты будут положительные, заполярная спортсменка примет участие в паралимпийских играх в Сочи. Анна Фролова, Родион Нестеров, Артик ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова